Доброго дня, дорогие друзья! В эфире проект Союз Онлайн и марафон на миллион подписей против абортов. У нас на связи координатор по сбору подписей по Уральскому федеральному округу, руководитель Центра защиты материнства действующего в городе Тобольске Мария Александровна Гребенюк. Мария, здравствуйте! Вы знаете, я каждого собеседника, который возникает в нашей студии как раз с этой темой, спрашиваю о личной позиции, о личной мотивации участия в этом непростом деле. Вы знаете, я почему-то всегда была своим внутренним содержанием против детоубийства, против абортов, и совсем недавно узнала, почему же так произошло, почему вот я этому противлюсь. Получается так, что много лет назад, когда моя мама пришла, обратилась к врачу, пришла на аборт, она, врач ей отказал в этом. И он сказал, что вы можете пойти сделать в любом другом месте, но я вам делать аборт не буду. Ну, он соврал ей срок. И, в общем, таким вот чудесным образом на свет родились мы с братом, двойняшки. И у нас уже есть семьи, у меня есть ребёнок, у брата есть трое детей. И вы понимаете, что вот таким чудесным образом я появилась на свет, и этот врач дал мне шанс на жизнь. И моя мама, в принципе, согласилась с этим доктором. Поэтому я считаю, что запретить аборты нужно. И что женщинам нужно помогать в данной ситуации. Им нужно, их нужно услышать. Им нужно помочь с теми страхами, с которыми они сталкиваются на этапе беременности. Я очень много общаюсь с такими женщинами, которые приходят в наш центр, обращаются за помощью. В первую очередь мы оказываем психологическую помощь. Затем у нас есть какие-то гуманитарную помощь, оказываем всю необходимую. И вы понимаете, женщину в этот момент, вот по опыту я вам могу сказать, очень важно, главное — поддержать. Поддержать словом, потому что порой родственники бывают против. У нас был такой случай, когда женщина пришла, обратилась за помощью, у неё был показан аборт по медицинским показаниям. И понимаете, она этого не хотела. Но все требовали от неё обратного. И получается, мы её поддержали, мы ей помогли. И через 7 месяцев буквально родилась девочка на свет, она родилась без одной почки. Но люди без одной почки живут и функционируют, существуют. И как бы ничего не мешает им жить и бодрствовать, радоваться этой жизни. Поэтому мама сейчас настолько счастлива, настолько она влюблена в этого ребёнка, настолько она, как говорится, говорит спасибо всем тем, кто ей помог в этот момент. И представляете, какая была бы ситуация, если бы она в сложный период своей жизни просто совершила такую ошибку. И этого ребёнка бы сейчас у неё не было. И перед ней стоял бы огромный страшный мир и вот этот постабортный синдром, который бы на неё давил. Была бы такая сложная ситуация, непоправимая, с которой сталкиваются миллионы женщин в нашей стране. Мария, спасибо огромное за этот рассказ. У нас осталась буквально одна минутка. Где в Тобольске можно поставить подписи за запрет абортов? И возьмём шире, куда обратиться людям, которые живут в других регионах, если у них такой марафон, например, не проводится, а они хотят стать его участниками? Подписи в Тобольске можно поставить в любом храме. У нас открыта точка сбора стационарная в одном торговом центре «Жемчужины Сибири» называется. И там в иконной лавке мы также собираем подписи. Вообще, вы можете найти информацию по координаторам вашего региона, вашего округа на сайте запретабортов.рф в разделе «Координаторы по сбору подписей». Вы можете обратиться с вопросом, где в вашем городе можно поставить подпись. Но вообще, по опыту могу сказать, что практически во всех храмах наших округов, наших регионов, это Свердловская область, Челябинская, Курганская, Хантамансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область, во всех этих регионах в храмах располагаются точки самосбора, лежат папки самосбора. И там вы можете поставить свою подпись, выразить свою позицию, принять участие в лепте за жизнь, собрать 10 подписей среди своих друзей и родственников, родных. Подписной лист также можете скачать на сайте запретабортов.рф. И выразить свою позицию, присоединиться к нам и все-таки прекратить вот это вот детоубийство, дать шанс таким же многим детям, как и я, родиться на этот свет и сказать всем огромное спасибо за жизнь потом. Спасибо вам. Мария, спасибо, помоги Господь всем нам. Вот так, друзья, требуя убить ребенка инвалидом. Мы ведь и сами от этого не застрахованы. Бывают аварии, бывают несчастные случаи, бывают тяжелые заболевания. Дай Бог помощи всем тем, кто помогает сохранять жизни детей, в их числе можем оказаться и мы с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!